Друзья, рады приветствовать вас на YouTube-канале «Униан», на который, напоминаю, нужно подписаться. И в эфире программа «Аргументы». В гостях у меня Муса Ломаев. Муса, здравствуйте. Да, добрый день. Я, кстати, хочу напомнить нашим зрителям, что можно также подписаться на YouTube-канал Мусы. Он есть, посему присоединяйтесь и под нашим видео оставляйте свои комментарии. Тема у нас сегодня интересная. Муса, не могу с вами не начать с шумящего, не могу сказать, что нашумевший, шумящий проект медиа о том, как Рамзан Кадыров пришел в власть и что он творит все эти 20 лет. Проект «Откровенный». По-моему, на вчера там было 2,2 миллиона просмотров. То есть тема интересующая. Вы читали, видели этот проект? Потому что он есть как в письменной форме, так и в видео. Да, я его читал. Мне как бы больше печатный формат. Он лучше дается, усваиваться, чем... Я тоже читала. «Отрывками» я смотрел фильм. На мой взгляд, мы лицезреем превосходный подход к тиражированию. У оппозиции классный ресурс. У них есть деньги, у них есть люди, у них есть площадка, миллионы аудитории у них. Но они выдают практически каждый раз не тот продукт. Он не имеет такого эффекта. 80% из того, что пытается выдать оппозиция резонансного, 80% — это домыслы, догадки, сплетни, слухи. Нет никакого фактического, материала в этом, во всем проекте. Я, например, с 99-го года, грубо говоря, в этой теме и знаю, кто такой Рамзан, как пришел Рамзан к власти, кем являлся его отец, кто такие Ямадаевы, кто такие спецслужбы, российская армия. Все это, все среднестатистический чеченец вам рассказал бы, им рассказал бы больше фактического материала, чем тот материал, который они выставили. Я узнал, оказывается, они год целый потратили на это. На собирание этих слухов не надо тратить год. Недели максимум хватит. В Чечне, за пределами Чечни, как в России, так и по всей Европе, есть масса слухов про Рамзана Кадырова, что он там связан с этими, связан с этими, поэтому Путин его выбрал, потому его выбрал. Говорить можно многое, но нужно, если ты участвуешь в таких расследованиях, если у тебя серьезная площадка, то ты должен говорить по факту. В статье говорится о неком бывшем полевом командире. Не называется имя этого человека. И те вещи, которые он выдает за чистую правду, это абсолютная ерунда, например. А какие именно вещи конкретно ерунда? Чтобы мы понимали, о чем идет речь, чему можно верить, чему нельзя. Например, издание проект ссылается на некого неназванного полевого командира, который рассказывал период 96-й год, что российская армия была слаба, что Ельцин был в замешательстве, и по факту чеченское сопротивление в 96-му году было абсолютно разрозненное и ничего под собой не имело. Но он говорит еще, ссылается на его слова, «Было такое впечатление, что в Москве кто-то нам помогает». Когда по факту было совершенно по-другому. К августу 96-го года чеченское сопротивление за несколько месяцев до этого сделало генеральную репетицию, мартовские события были в Грозном. Об этом журналисты, которые написали, сделали это, они не могут об этом знать. Потому что это такие вещи, которые нелицеприятны для российской стороны. То есть мартовские события показали, что штурм Грозного возможен, малыми силами возможен, и, возможно, блокировка целых подразделений российской армии. И к августовскому событию, к 6 августа 851 или 854 бойца решили исход августовских событий. Угрозно. Да. Есть еще один момент, что к этому моменту без финансов это невозможно осуществить. Есть еще момент, где Шамиль Басаев, то есть люди Шамиля Басаева, сделали так, что одна из инкассаторских машин, которая привозила деньги, непонятно, не могу сказать, были ли это какие-то субсидии выплачиваемые, или были это деньги, которые должны были выплачивать военнослужащим. Но факт остается фактом. На эти деньги практически был осуществлен вот этот штурм Грозного в августе 96-го года. Вот такие вещи нужно говорить в таком проекте, в таких проектах, где ты действительно пытаешься изобличить, если ты хочешь подвести к тому, что Рамзан плохой, там, отец Рамзана плохой, 30-й, ты не должен врать все, что касается, все, что озвучивается в контексте. Ты должен по факту это все говорить. Складывается такое впечатление, что авторы статьи намеренно собрали все эти сплетни для того, чтобы, во-первых, очернить чеченский народ, во-вторых, очернить чеченское сопротивление, в-третьих, узаконить вот это состояние, которое говорит вот путинская вертикаль власти, говорит, что Ельцин был слабый, плохой руководитель, армия разваливалась, вот этот нарратив проносится оппозицией Российской Федерации. То есть они пытаются, очернив нас, таким образом российской военщины, ее сохранить в этой статье. Я вижу именно так. То есть то, что это вообще с легкой руки ФСБ, ну такие, да, есть разговоры о том, что это расследование инициировало ФСБ, ну как бы, да, и факты давало ФСБ, и вот оно его как бы было инициатором этого проекта. То есть получается это, скорее всего, могло бы и быть, вот если подниматься выше нашего разговора. Я не увидел ни одного факта со стороны ФСБ, который бы они туда включили в эту статью. Я не увидел. Я повторяю еще раз. Домыслы, догадки, слухи, сплетни. Я имею в виду, что вот это было инициировано ими для чего-то ФСБшниками было это, ну поддержан этот проект для чего-то был. То есть для того, чтобы очернить чеченский народ, обелить русскую армию, вывести ключевых людей, которые играли в политику в 90-е годы, в конце 90-х годов, играют такие люди, как, например, Березовский. Всем известно, что Березовский заплатил Моладе Удугу 2,5 миллиона долларов. Всем известно, что Березовский перевел, ну вручил, можно сказать, деньги Шамилю Басаеву. В статье говорится, что Березовский платил чеченским сепаратистам. Да-да-да, там, кстати, очень часто употребляется слово сепаратисты. Мы не можем быть сепаратистами, потому что в 97-м году между двумя странами был подписан мирный договор. Куда они? От этого документа никуда не деться. ни Путинской России, ни оппозиции Российской Федерации. Куда они этот документ? Что они будут делать с этим документом? Более того, в этой статье пишется, что Аслам Асхадов ездил клянчить деньги в Москву. А по факту получается, что Аслам Асхадов по договоренности, согласно договору 97-го года, Москва обязывалась восстанавливать дороги, инфраструктуру Чеченской Республики. Более того, выплачивать субсидии, то есть репарации, по-другому называя. Все это должно было быть сделано, но Российская Федерация затягивала. И поэтому Аслам Асхадов инициировал визит. И всем неизвестное видео, где Ельцин не может объяснить, куда делись эти деньги, которые выделены были на Чечню. И совсем недавно мне поступила информация, что эти деньги были переведены в банк под контрольный Ходорковскому. И после этого пропали эти деньги. Вот это тоже не говорится. То есть получается, что мы такие бандиты всякие, которые терроризировали бедную Россию, не давали жить этой России. Ну вот хорошие русские пришли и замочили всех террористов. И потом привели к власти сначала Ахмада Кадырова, потом Рамзана, а потом он вышел из-под контроля. Так не работает. Нигде, ни в какой истории, в мировой истории оккупированная территория никогда не качала права. Не имела, по крайней мере, такой возможности. Чечня ничем не лучше сегодня. Если бы Чечня была такой, какой описывают в этой статье, то в Чечне не держали бы 150-тысячную группировку российских войск. Зачем эта армия там нужна? Сегодня, по факту, эта армия России нужна на территории Украины, чтобы углубиться, вглубь уйти. Но архиважно России сохранить Кавказ. Опять-таки, нашим соседям это может не понравиться, но ключевой фактор это Чечня. Покорена Чечня, покорен весь Северный Кавказ. Восстает Чечня, восстает весь Северный Кавказ. Это исторический факт, от этого никуда не деться. Соответственно, контролируется Чечня, контролируется всё, что связано с Чечнёй. Не Рамзан это держит. Это невозможно. Нет у Рамзана 60 тысяч под ружьё. Нет их. Это российская армия, это военнослужащие российской армии. Муса, тогда вопрос, опять-таки, возвращаясь к этому проекту, да и не только. Слухи о том, что Рамзан, в принципе, подставил своего отца и убил. То есть его отец был предателем, он сначала воевал против России, потом перешёл на сторону России. И Рамзан Кадыров каким-то образом был почему-то любимчик папы был в Москве в тот день, когда был теракт на стадионе и взорвали Ахмада Кадырова. Эти слухи имеют место быть? А я от многих слышала, что Ахмад реально, можно сказать, дал белый свет, ой, Ахмад, простите, Рамзан Кадыров дал белый свет на убийство своего отца, зелёный свет. Ну, тут нужно немножко углубиться в личность Рамзана Кадырова периода, когда его отец перешёл на сторону врага, стал воином администрации временного правительства, вот этот период. Этот период для этого парня, Рамзана Кадырова, стал таким золотым. И чтобы понимать, что это означает, нужно немножко углубиться в недалёкую историю. Когда Ахмад Кадыров был муфтием Чеченской республики Ичкерия, он передвигался на мотоцикле «Урал». И Шамиль Басаев ему подарил Неву четырёхдверную, Неву, и сказал, не гоже нашему муфтию ездить на мотоцикле, вот тебе Нева, вот езди на этой машине. И на этой машине он ездил до момента начала Второй русско-чеченской войны. То есть, они жили бедно, у них как таковых средств не было, и тут прям манна небесная свалилась на Рамзана. Рамзан просто тупо крутил, грубо говоря. Он просто шиковал. Ему не было дела до охраны, до войны, до всего этого. То есть, получалось, что Рамзан начал понимать уже к 2002-2003 году, что он стал золотым мальчиком. Люди, которые хотели примкнуть, получить какие-то дивиденды от его отца, они дарили часы, машины дарили, уделяли внимание, выделяли ему какие-то там клубы, и третьи десятые. Это все делалось для того, чтобы его отец обратил на этих людей внимание. И он пользовался, Рамзан Кадыров этим всем пользовался. Да, он был номинально начальником охраны своего отца, но он понятия не имел, что это такое. Более того, до момента убийства его отца никто из нас толком и не понимал, кто такой. есть такой парень, как Рамзан Кадыров. О нем никто по сути не знал, потому что военной силой, то есть военной составляющей Ахмата Кадырова были братья Немодаева. Это реальные люди, которые участвовали в войне, воевали, знают, что такое кровь. Более того, именно эти люди начали проливать чеченскую кровь. Они сняли вот этот барьер между убийством чечен, то есть обесценили чеченскую кровь и Российская федерация, то есть Российская армия вольготно себя начала чувствовать благодаря братьям Немодаевым. Вот кто реально стоял, вот кто был реально заинтересован в том, чтобы Ахмад Кадыров укрепился во власти и власть перешла в чеченские руки, то есть братья Немодаева. Рамзан Кадыров в силу обстоятельств оказался в Москве, не потому, что он специально, не потому, что ему там сказали, что вот, если ты не будешь делать так, как мы хотим, то мы тебя тоже за твоим отцом отправляем. Никто ему этого не говорил. Но так получилось, что Рамзан в этот момент оказался в Москве, а Ахмад Кадыров был там, где он должен быть, то есть его должны были убить. Это человек. Хорошо, а кто его должен был тогда убить? Спецслужбы Российской Федерации. Непосредственно Путин этого человека заказал и убил однозначно. Чеченское сопротивление к этому убийству, к этому теракту не имеет никакого отношения. Это я говорю потому, что один из тех, кого обвиняли в том, что он участник подрыва Ахмада Кадырова, сидел со мной в одной камере. Мы с ним провели месяц. И я знаю, как этого парня пытали. И я там убедился, что этот парень, не то, что он не являлся бойцом сопротивления, он даже понятия не имел, где находится стадион «Динамо». Он не знал расположение «Динамо». Но его пытали. Жёстко пытали. Ужасно пытали. И нам приходилось много раз откачивать этого парня, потому что его заставляли принять на себя вот этот теракт. То есть ему рассказывали подробности, ему говорили, что вот это, вот это, вот это, всё это. Ему нужно было всё это принять на себя. И он от безысходности принимал всё это. И когда каждый день ты видишь человека, которого пытают, заставляют принять на себя убийство Ахмата Кадырова, ты понимаешь, что это что-то такое нереальное. Поэтому да. Просто зачем Путину было убирать Ахмата Кадырова и почему именно Рамзан стал преемником? Хорошо. Ахмат Кадыров это человек, то есть начнём немножко. Вторая русско-чеченская война была много ужаснее, чем первая русско-чеченская война. Во всех смыслах. Когда в первую русско-чеченскую войну население могло находиться где-либо на какой-либо территории в Чечне, то во вторую русско-чеченскую это было невозможно. Эти солдаты русские, все они были мотивированы и озлоблены. Они убивали всех подряд, абсолютно всех. Это подтверждает полтора месяца беспредела в 2000 году, полтора месяца, январь, целый январь, конец декабря, целый январь и серии на февраля буйствовали устроили геноцид на старых промыслах. Есть Алды, где 86 людей они убили буквально за 5 часов. И Чечня была отдана российскому генералитету на откоп. Делайте, что хотите, отрывайтесь. Потому что в 96-м году российская армия с позором, на самом деле с позором покинула Чечню. Весь мир об этом знает. 250, кажется, тысячная армия просто буквально бежала, побросав все перед чеченским народом. Вот. И Ахмат Кадыров являлся человеком из той эпохи. Он враг, но человек, который помог открыть этот предатель, который открыл в нужное время для оккупанта все наши тайны, дал вникнуть в наше общество и закрепиться. Вот. И к тому моменту Ахмат поверил, что он нужный человек. А Путин, даже на примере Пригожина мы понимаем, как только человек понимает, что Путин у него в кармане, вот в этот момент Путин и убивает этого человека. То же самое произошло и с Кадыровым старшим. Он поверил в себя, поверил, что он просто такая ключевая центральная фигура не только в Чечне, но и на Северном Кавказе. Путин привел его и уничтожил этого человека. И послужил такой показательный, что любой, кто перейдет или посчитает, что он имеет право качать права отправиться за Ахматом Кадыровым. Далее по сыну почему Рамзан Кадыров? Вдруг, да. Все просто. Тут все предельно банально, на мой взгляд. Военной структурой, которая помогла Кадыровым укрепиться в политике, укрепиться во власти в Чечне, были братья Ямадаевы. В знак уважения к Ахмату Кадырову этого парня просто временно оставили на этой должности. Пусть он дальше остается, будет номинальным лицом военной, а за всем этим будем стоять мы, братья Ямадаевы. Вот. Но как только Рамзан Кадыров окружил себя людьми и как только Ямадаев начал просить обратно, требовать обратно, начал ему говорить вспомнить, кто привел класс власти, кто служил тебе прикрытием там и там и там. Тут я считаю, что тут второй акт действия случился со стороны Кремля. Кремлю нужны подконтрольные чеченцы, которые на стороне федералов, не чеченцы, которые могут в один миг поднять бунт, собрать вокруг себя бойцов и устроить какой-то кипиш. И поэтому братьев Ямадаевых лишили всех, всей защиты. И сказали, грубо говоря, Рамзану, делай, что хочешь, но этот человек, эти люди должны прекратить свое существование. Что я сделал? Самое видимое всему обществу это убийство сначала Руслана, прямо, можно сказать, у Кремлевской стены его убили, потом отправили киллера в Дубай, когда Сулей Мамадаев верой и правдой служивший Российской Федерации, именно этот человек без единого выстрела в декабре 99-го года сдал город Кудрмес без единого выстрела, он его сдал. Он очень многое сделал для России, но тем не менее, когда Российской Федерации перестал быть нужным, этого человека убили в Дубае. Далее расправились, очень жестоко расправились с самыми верными бойцами и командирами Сулейма Мамадаева. Кого-то просто разрывали, имеется в виду прикладовые пластиды, просто разрывали на полях, кого-то макали в дизельное топливо, пока он не захлебнется, кого-то сжигали, кого-то просто лишали жизни очень жестоко, расправились полностью с батальоном Сулейма Мамадаева, и малая часть из них перешла, осталась в услужение уже у Кадыровской армии, они перешли как бы туда, вот, вот что произошло, вот почему Рамзан Кадыров остался, а дальше, когда расправились с братьями Мамадаева, там дошло даже до банального, они Кадыров, Кадыровы, вот окружение Кадырова, они снесли мечеть, мечети снесли, которые построили Мамадаевы, их дома снесли, их отобрали у них бизнес, они много всего лишили, полностью взяли и стерли эту фамилию, и сегодня, ладно, я понимаю, путинская сторона не говорит о Мамадаеве, но вот позиция Российской Федерации, она просто даже в укор, даже вот используя, как уколоть, лишний раз уколоть Рамзана Кадырова, должны были использовать имя, фамилию Мамадаев, но они и этого не сделали на этой статье, потому что по факту, ну они, там на самом деле, я сейчас не защищаю, просто вспоминаю, что там были сгадки, упоминания про семью Мамадаевых, там в самом начале, там об этом говорилось, насколько я помню, по поводу того, что Кадыров, ну вот он сейчас разросся, да, то есть замками, дворцами, вот эти истории с нефтью, с тем, что российский бюджет идет на содержание его наложниц, его гарема, всех его детей, верхушки власти, министры, подминистры, управленцы, это все, значит, чита Кадыровых, кум, брат, сват, зять, дочка, сестра, еще там, бла-бла-бла, это все имеет место быть? Далее, когда Рамзан Кадыров посредством его окружения укрепился, случилось именно то, что происходит в золотое время любого диктатора, он начал купаться в золоте, продолжать купаться в золоте, он стал такой крепкой валютой. Окружение Рамзана Кадырова держится за Рамзана Кадырова, потому что он является лицом и лицом для Кремля. И если ты хочешь какой-то бизнес открыть в Чечне, и если тебе нужно где-нибудь в Москве или в Питере где-то какое-то что-то, у кого-то что-то отобрать или что-то в этом роде, ты идешь и обращаешься к людям Рамзана Кадырова, говоришь, что вот такая ситуация, готов вот столько заплатить, главное, помогите, весь криминал, можно сказать, сегодня под контролем определенной части кадыровцев, и все это курируется спецслужбами Российской Федерации. И вот Рамзан Кадыров стал такой твердой валютой, которая позволяет получать дивиденды всего окружения Рамзана Кадырова. По факту почти миллиард рублей каждый день выплачивается в Чечне. И все они 80% оседают. Там же в этом же проекте тоже показывались эти схемы через фонд жены, по-моему, да, Кадырова, или мать уже там, я уже забыла. Это, эти схемы, они, я уверен, что эти схемы нарисованы от себя вот этими составителями вот этой статьи. Потому что у Рамзана все просто, у окружения Рамзана все просто. Им на счет приходят деньги из федерального бюджета. Определенную сумму они должны обналичить и вернуть обратно в федеральный бюджет. То есть наличка уходит в Кремль. Ну, в Москву уходит, грубо говоря. Определенный процент Рамзан Кадыров оставляет себе. Более того, закрываются глаза на всеобщие поборы в Чечне. Всем известно, что каждый бюджетник в Чечне платит, помимо налогов, платит и еще один побор. Это примерно 2-5 тысяч рублей с каждой зарплаты. Ты просто обязан платить. То есть тебе начисляют, например, выдают ведомость на 25 тысяч рублей, а ты на руку получаешь 20 тысяч рублей. Это стало настолько обыденным, что уже сегодня чеченцы, которые живут в Чечне, они на это не обращают внимания вообще. Это стало обыденным. Вот и федеральный центр закрывает на это глаза. То есть идет полная обналичка. Чечня во главе с Рамзаном Кадыровым стала такая экономическая дыра, где можно обналичить что угодно, провернуть любую аферу в экономическом плане, потому что там жестко стоит вертикаль власти. Если что, сразу можно вызвать армию, которая прямо под боком находится. Вот такая структура существует сегодня. И убийство, о котором говорится в этом проекте, в том числе убийство Немцова, Пола Хлебникова, то есть имеет место быть, и мы знаем, что убийство Немцова якобы кого-то задержало. Я не могу доказать это, но я уверен, что непосредственно стрелявший в немцо человек не является чеченцем. А в него стрелял, чтобы не промазать, чтобы не ошибиться, и тем более такое маленькое окно. Маленькое окно, где нужно в этот период, когда уборочная машина, снегоуборочная машина проезжает, нужно в этот период убить Немцова. И нужно выстрелить именно так, чтобы он на 100% был убит. Я уверен, что я этих людей лично не знаю, вот этих обвиняемых чеченцев, но я примерно знаю, какие они бойцы, то есть как они именно владеют оружием. У них нет такого уровня подготовки. Да, они там защитились, они были, планировали, они все это, они засветились везде, где это возможно, для того, чтобы пойти как убийца Немцова. Но человек, стрелявший в Немцово, является, не является чеченцем. Хорошо, могло ли это быть нам в этом проекте так и говорится, что это скорее всего мог быть даже прямой заказ Кадырова, потому что даже Немцов в своей книге вспоминал, как Кадыров на него посмотрел, сказал и так далее. То есть может ли Путин свои вот эти все истории в этом проекте валить все на Кадырова и Чечню? Например, вот, да, вот, очень интересно, что от Путина переводят стрелки Кадырова в убийстве Немцова. Чем именно мог Немцов насолить Кадырову? Чем? Рамзан Кадыров не настолько умный человек, чтобы даже на 50% понять то, о чем говорил Немцов. Немцов для умных людей, для людей размышляющих. Кадыров как дворовый гопник руководствуется другими инстанциями. Например, есть такая информация, что Путин сказал по поводу Анны Политковской, как она мне надоела. Это было достаточно, чтобы ее убить. Это такой триггер для тех, кто делает все для того, чтобы Путину было вольготно. То же самое могло произойти и с Немцовым. Немцов действительно в последнее время был как кость в горле у непосредственно Путина. А чтобы услужить Путину Рамзан и такой, как Рамзан может что угодно сделать для Путина. Такая собачонка. Я еще раз повторяю. Рамзан Кадыров не является независимой фигурой, которая пытается в этой статье представить общественности. Рамзан Кадыров это целиком и полностью продукт Кремля. Это человек который был как на конвейере собран Кремлем. Это человек у которого есть куратор. Есть человек который говорит ему вот это ты должен говорить, вот здесь ты должен молчать, вот сюда ты должен пойти, здесь ты должен не показывать себя. Этот человек не является независимым. Еще раз повторяю, Рамзан Кадыров целиком и полностью является продуктом Кремля. этот человек допустим завтра утром Россия разваливается Путина живем берут арестовывать много политиков российского российских политиков и начинается расследование. 80% из 100 все преступления которые были совершены на территории Чечни и на территории России будут приводить к Рамзану Кадырову. Потому что в один определенный момент политическими убийствами этот человек начал заниматься. То есть начал на себя принимать эти заказы. А не быть инициатором этих заказов. Он эти заказы получает. Ну просто киллер. Там ну то есть в принципе да сомнений здесь нет в виде этого. Я просто уже хочу с вами до конца уже тогда расставить те точки и в столь ставшем популярном этом проекте. И позволю себе еще несколько вопросов по этому поводу. По поводу его гарема. Правда ли это? И правда ли то, что там вот эти четыре так называемых жены одна значит официальная и вроде бы его жена официальная по закону России нельзя иметь несколько жен. Значит и вот эта одна жена родила 14 детей на самом деле эти все дети от разных женщин. Ну и так же как Эли 17-летний 16-летний Адам и что их которые кстати женили их забрали от других мам привезли сюда как же так это все правда эти дворцы его наложниц тиражон которым он строит квартиры которые он им покупает и так далее Вообще то их 12 И кого детей? Жен Жен? А детей же сколько тогда? Или там не всем можно рожать? Ну точно неизвестно есть только те дети которых мы все видим Копаться в грязном белье для чеченца крайне нелицеприятная вещь И я могу понять с одной стороны тех кто написали эту статью они пытаются таким образом выставить Рамзана Кадырова аморальным человеком который посягает на несовершеннолетних и третьей десятой но авторы должны немножко понимать одну очень такую существенную вещь это другой регион мы никогда не были россиянами мы чеченцы мы живем по своим законам у нас существует испокон веков невытравляемый наш менталитет и закон соответственно для в нашем обществе по сегодняшний день существует норма где замуж может выйти 14-летняя девушка если она физически выросла и это же не не берут какого-то там сморчка 14-15 лет любая девушка которая вышла замуж в Чечне в 14 и в 15 лет она выглядит не на свои года авторы умалчивают это я понимаю что Рамзан Кадыров много раз заявлял что он больше россиян чем кто-либо но его принадлежность его ментальная принадлежность к чеченскому народу ее нельзя отменить и авторы связаны были если они взялись говорить от моего лица от чеченца от других чеченцев если они взялись говорить то они должны были изучить вот эту мать часть которая является основой для чеченского народа и говоря что он женился на несовершеннолетних у него наложницы гарем и третье десятое это оскорбление всего чеченского народа это не есть оскорбление от Рамзана Кадырова это оскорбление чеченского народа это оскорбление то есть посягание на честь и достоинство каждой чеченки. Вы знаете, насколько оскорблены сегодня чеченки, узнав, увидев этот фильм, прочитав эту статью? Ни одна чеченка не считает себя наложницей. И тем более в каком-то гареме. Просто нужно знать суть сегодняшней Чечни. Российская Федерация дала абсолютную власть Рамзану Кадырову над чеченцами. И любой чеченец, кто маломальски сопротивляется, он уничтожается. Уничтожается его отец, его брат. Его весь род выгоняется из Чечни. И эта абсолютная власть, она имеет настолько такую кинетическую силу, что где-то в десятый круг Рамзана Кадырова отдаётся это. И когда средний какой-нибудь кадыровец ему где-то на улице увидел, он увидел, там заприметил, а подавляющее большинство кадыровцев это необразованное быдло, настоящее быдло, у которых даже трёхклассного образования нет. У них нет понимания мира, у них нет понимания, что такое жизнь. И они не приспособлены к этому. Это такая биомасса, которая живёт по своим законам, даже не по чеченским законам. И вот представьте такой кадыровец, который, у него есть номинально власть в каком-то районе. Он увидел девушку, побежал за ней, та не дала ни номер телефона, ни имя своё не сказала, он проследил, пошёл к ним домой, послал кого-то там из своих родственников свататься. Может ли эта девушка отказать, зная последствия? А в Чечне этих последствий десятки тысяч уже, когда отказывали тому или ему кадыровцу, то он там подкидывал наркотики брату, отца забирал. Есть даже места, где вот избили его, он не выдержал, сердце не выдержало его. И вот в таком состоянии сегодня находится Чечня. И автор статьи нагло врёт, говоря, что наложницы, не зная сути, что именно Российская Федерация подвела весь чеченский народ к такому состоянию. Вот что должен был сказать автор этой статьи. А не называть, а не выставлять Рамзана Кадырова султаном, который покорил Чечню, который делает всё, что угодно, в свою угоду с каждым чеченцем. Ну и уже поставим жирную точку. Тимоти очень часто там вспоминается. И мало того, что Старбекс, когда вышел из-за санкции и из рынка России, якобы Тимоти купил эти акции или что там, а бенефициарам получился всё равно Кадыров. То есть это какие-то друзья, это какие-то схемы, или это опять что-то там, сплетни, слухи и так далее? Это такая пиар-акция, где нужно было Тимоти вывести свою наличку, грубо говоря. Всё просто. Обычная схема. Ничего более. Рамзан Кадыров получил свою долю. Тимоти получил. И да, всё просто. Очень просто. Кто-нибудь сможет сегодня, какой-нибудь следственный комитет в состоянии сегодня расследовать это? Нет. Потому что Рамзана, в этих делах Рамзана Кадырова трогать никому не даётся. Но завтра утром, когда власть поменяется, ситуация будет по-другому, все концы будут приводить к Рамзану Кадырову. Давайте уже наконец-то сменим вектор. Меня уже саму немножко подшатывает от имени Рамзан Кадыров. Не так давно, опять-таки, конечно же, Кадыровцы, Рамзануф тоже сейчас отметились очередным постановочным видео, как будто бы они захватили село в Сумской области, как оказалось, село было в серой зоне, они вывесили флаг, сняли видосик и быстро сбежали. Что это за постановочные войска и как долго они ещё могут вот так скакать по серым зонам? Линии фронта, я так понимаю, они всё равно не доходят, да? У них то пробки, то ещё что-то. Во-первых, самая украинская армия должна понять одну очень простую истину, самую простую такой украинский, каждый украинский солдат, солдат, рядовой, офицер, генерал, штабист, они все должны понять одну простую истину. Как только чеченец, вне зависимости от того, с какой части он из Чечни надевает российскую форму, он перестаёт быть классическим, в классическом понимании этого слова чеченцам. Что это означает? Это означает, что надев эту форму, чеченец теряет самое главное, самое главное, он теряет связь с Богом. Он теряет эту связь, он теряет мужество, то есть он никогда не будет рисковать своей жизнью, потому что его цель какая? Одев эту форму, получить зарплату, потом эти деньги прокидать у себя дома в Чечне. Вот его конечная цель. чеченцы, которых знает весь мир, рискуют своими жизнями для того, чтобы защитить честь и достоинство как своего народа, так сегодня и Украины. Вот это самая простая истина. Далее, кто бы что ни говорил, сколько бы не было учебных центров по всей территории Чечни, ни одно подразделение под эгидой под названием кадыровцы не обучено штурмовать, не обучено захватывать, не обучено обычной военной тактике. Они не обучены этому. Это делается не потому, что они не способны на это. Это делается для того, чтобы завтра утром среди них не появился еще один генерал Джохар Дудаев. Понятно. Логично. Да, потому что это покоренный народ. Покоренный народ не имеет право на свою боеспособную военную часть. Далее, их основная функция это функция участвовать в зачистках, пытках, унижениях, работать логистикой и где-то охрана. Вот это их главная цель. Но Рамзану и его окружению нужна слава. А ее невозможно добыть, потому что ты одел российскую форму, ты потерял самые главные качества, которые у тебя должны быть по факту. Но они нету, да, атрибутика, все присутствует, внешние факты, да, присутствуют. Но ничего далее нету. Поэтому вот эти тикток-видео, постановки, это делается для того, чтобы окончательно в Чечне, когда их собирают, они не протестовали и не бегали куда-то. Поэтому первое время, когда только война началась, они собрали всех наркоманов, можно сказать, лкашей со всей Россией, запихали их в этот Ахмат и отправили в Украину. Украина их утилизировала. Еще раз собрали, еще раз утилизировала. Рамзану Кадырову годами платили, не для того, чтобы он прохлаждался, а для того, чтобы в нужный момент вот эта вся когорта услужила, служила Российской Федерации. И для этого они вынуждены быть на линии фронта, они не хотят там быть, они хотят умирать, не хотят, чтобы их ранили, а тем более не хотят, чтобы они попадали в плен. Поэтому они вот покасательные. Какая информация есть у нас по поводу вот этого? Ты должен заплатить 200 тысяч рублей, чтобы встать на учет, чтобы ты подписал контракт 200 тысяч рублей, тебя оформляют, оформляют контракт, и тебе каждый месяц будут начислять 200 тысяч. Это такая унитарная схема биомассы, ее так можно назвать. Унитарная схема биомассы. То есть ты работаешь, ты остаешься в Течне, получаешь максимум 40 тысяч, максимум 30-40 тысяч получаешь, но есть у тебя возможность получить 200 и более тысяч рублей каждый месяц. для этого тебе нужно заплатить 200 тысяч рублей, ты подписываешь контракт, потом тебе нужно еще где-то в районе 300 тысяч заплатить уже на территории Украины, чтобы тебя не отправляли в зону боевых действий. То есть грубо говоря 500 тысяч ты должен заплатить, чтобы в эту схему тебя включили и каждый месяц ты будешь получать от 200 тысяч рублей. Вот такая схема работает, вот по такой схеме работает подавляющее большинство чеченцев, которые участвуют в войне против Украины. И как вы думаете, сколько из этих чеченцев захотят быть плененые, раненые, тем более убитые? Сколько из них захотят? Ни один из них не захочет. Кстати, так быстро время пролетело, но не могу не задать вопрос по поводу согласны ли вы с высказыванием своих соратников Закаев об этом говорил, что в Украине сейчас создается освободительная армия Эчкерии, что ее конечной целью будет силовое освобождение страны от оккупации. Как вы видите этот процесс и при каких условиях Чечня может освободиться от путинско-кадыровской оккупации? Я на сто процентов согласен с Ахмедом Закаевым в этом. Да, действительно, Украина способствовала восстановлению армии Эчкерии. Пусть это сегодня громкое такое название, но тем не менее. Более 25 лет мы воевали с Россией. И да, мы потеряли, можно сказать, всю пассионарную часть нашего народа, которая могла сегодня быть наравне с украинской армией. У нас очень много людей погибло на войне. и та маленькая часть, которая выжила, она сегодня потихоньку накапливается на территории Украины в рядах этой армии Эчкерии. Хвала и честь тем военным, которые сегодня обучают наших бойцов. Мы искренне им благодарны за то, что они дают возможность каждому нашему бойцу пройти учебку, пройти все практически военное дело, обучают не только стрелковому, но и другому вооружению. Это просто колоссально, потому что у нас не было никогда возможности проходить учебку, проходить тактику ведения боевых действий. Мы всему этому на войне учились. И если ты один раз при вылазке выжил, во второй раз может и не выживешь уже. не успевали даже толком набираться боевого опыта и гибли люди. Сегодня у нас есть такая уникальная возможность. Я надеюсь, что украинская военная составляющая увидит потенциал в том, чтобы открыть второй фронт на территории Северного Кавказа и в лице чеченского батальона, который сегодня находится в Украине. Я считаю крайне важным для украинской составляющей, военной имеется доктрин, открыть второй фронт и ударить по самому существенному месту путинской России сегодня. Кто бы что ни говорил, сегодня определенный процент военного потенциала находится на Северном Кавказе, в Чечне находится. и дать этому силовой отпор я считаю приоритетным для Украины. Но, к сожалению, Украина не видит и не рассматривает этот вариант. Это большой минус на самом деле. Время покажет сейчас тут бы со своим разобраться там дальше. уже я думаю все знаете будет все-таки мне кажется когда Украина победит а она победит это не обсуждается да даже то все это посыпется как домино как карточный домик. Вся эта Российская империя я думаю что собрав мнение многих спикерам с которыми общаюсь что Кавказ Северный Кавказ Ичкерия Чечня будет первая то есть там первые начнут отделяться да сепарировать от российской от российского ига так сказать. Насчет наших соседей не знаю не могу ничего сказать потому что на протяжении 25 лет когда мы воевали с Россией ни Дагестан ни Ингушетия ни кто-либо из наших соседей не не примкнул к нам и не переединился для того чтобы отсоединиться от России выйти из состава России мы Чечня чеченцы однозначно если появится маленькая возможность снова заявить о своем государстве мы это сделаем однозначно невзирая ни на кого я вам этого желаю желаю все-таки свободы спасибо вам огромное Мусала Майер специально для программы аргумент друзья я напоминаю что на Униан нужно подписаться нажать колокольчик чтобы первыми узнавать о самых интересных интервью и новостях ну и подписаться на канал Мусы ссылку на него вы найдете в описании оставляйте свои комментарии мы всегда их читаем Мусы спасибо вам огромное за то что нашли для нас время до новых Субтитры создавал DimaTorzok